Ребят, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Наконец-то я нашел время перегнать пшеничную брагу, которая у меня была поставлена на диких дрожжах пшеницы. Вместо сахара я использовал варенье. Брага у меня отбродила. Уже не то, что отбродила, мне кажется, может быть даже и перебродила. Не знаю, испортилась, не испортилась. Сегодня я это не хочу проверить, потому что прошло 45 дней. Второй затор был на этой пшенице у меня сделан. Но задержка такая произошла, потому что у меня не было вот такого вот куба. Куб 37 литров от Люксталь с кламповым соединением под ТЭН. ТЭН на 3 кВт установлен. И вот сейчас у них уже идет вот такая вот коробка с регулятором мощности нагрева этого ТЭНа. То есть очень удобно. Оставил также себе эту коробочку и регулятор такой плавной нагрева ТЭНа. И буду с помощью нее перегонять. Сегодня мы будем эту брагу перегонять в ускоренном режиме. Не то, что ускоренный режим. Можно, конечно, в колонне мастер и под стилом пользоваться. Но под стилом мне не нравится, потому что пшеничную брагу, я думаю, нужно перегонять с использованием медной либо СПН насадки, либо сетки патчинка. У меня СПН медной нет. Буду использовать сетку медную. 4 рулончика забью в царбу. Ну, все буду показывать, ребята. Теперь нам нужно эту брагу перелить в этот куб. Объем куба, еще раз говорю, 37 литров. Сразу же новый куб я проверил на герметичность. То есть залил воды, начал его кипятить. Посмотрел, что кран здесь не бежал нигде. Ну и, соответственно, у термометра также нигде брага не выбегала в момент перегонки. Потому что на опыте у меня уже было такое, что мы начали перегонять. И у меня краник побежал в момент перегонки не очень. Была, конечно, интересная картина. Ну, все, ребята. Сейчас мы сливаем всю брагу. Посмотрим, какой объем браги у меня зальется в этот куб. Ну и вам покажу все. Ребят, вот залили брагу сюда в куб. Пока куб стоял у меня здесь на фанерке, я заметил, что у меня из-под клампа здесь начало подбегать. Сначала думали, что из-под клампа бежит, но оказалось нет. Нет, сам ТЭН, он вот в это кламповое соединение, он вкручен за счет резьбы. Здесь намотана фум-лента, и вот это вот соединение, оно у нас было недотянуто. То есть мы ключом дотянули, перестала сильная так течь, как изначально бежала, но все равно вот сырость есть. Так что, ребята, обязательно обращайте на это внимание перед использованием. Открутите лучше, намотайте дополнительно фум-ленты и закрепите его. Ну, я думаю, что мы уже сливать эту брагу не будем, потому что течь некритично. Будем перегонять так. В период вообще перегонки посмотрим, что у нас будет происходить. А так, ребята, смотрите. Старое варенье, 6 литров. 2 килограмма сахара и бутылка 50-литровой браги. Третий затор на этой пшенице у нас стоит. Четвертый затор мы будем уже не на сахаре делать, а с кодзи. Все, гидрозатвор сейчас водичкой заполним и уберем в уголок, пусть бродит. Думаю, перед Новым годом как раз мы эту брагу перегоним. И на Новый год у нас будет шикарный напиток, потому что при дробной перегонке мы будем насыщать и делать самбуку. Обратите внимание, какой объем браги я залил в куб. Здесь где-то 32 литра брага. Обратите внимание также на цвет. Ее цвет она у меня такого, потому что она была приготовлена на варенье. Так, вообще зерновые браги обязательно нужно перегонять при первой перегонке с медными сеточками. Так как у меня колонна идет 1,5 дюймовая, длина царги идет 50 сантиметров. Мне достаточно будет 4 сетки медной. Всегда я использую, уверен, что после такой перегонки эта сетка будет темная, потому что она соберет всю серу. Так, ну все, друзья. Начинаем собирать колонну, устанавливать ее на мою новую кастрюлю. Устанавливать я 1,5 дюймовую колонну буду на эту кастрюлю с помощью переходника. Обзор я на этот переходничок уже снимал. Проваливайтесь по ссылке, заказывайте его. Я обязательно к этому видеоролику ее тоже оставлю, потому что уверен, что кто-то заинтересуется вообще в приобретении такого переходника, чтобы этот куб использовать с 1,5 дюймовыми колонами. Аппарат собран, баночка для приема спецсорца тоже установлена, силиконовый шланчик вот такой вот у меня здесь. Напомню еще раз, 4 сетки медные мы сюда забили, холодильник водичкой наполним. Теперь мы берем ТЭН. Сегодня, кстати, первый раз я ТЭН это тестирую. Включаем автомат, закрываем коробочку и начинаем нагрев. Попробую сначала поставить 2,100. Так, 2,100. Если у меня тут ничего не выбит, установлю нагрев на 2,7. Ну и через определенный период времени буду потихонечку мощность повышать. Как только температура в кубе у меня будет 60 градусов, я буду подавать охлаждение. Ну, в принципе, ребята, все остальное буду показывать вам. А самое главное, засеку за какой период времени эта брага у меня перегонится сегодня. Так, время сейчас у нас 9 часов 10 минут. ТЭН, ребята, заработал. Чувствуется нагрев по звуку. То есть он начал шуметь, как чайник, знаете, закипает. Но шум гораздо тише того шума, который исходит от индукционной плиты. Вот у меня 2-х киловаттная индукционная плита, она реально громко очень шумит. И иногда даже бывает некомфортно. Сидишь на кухне, и эти там 3 часа, а если еще дробно перегоняешь, 6 часов этот шум, он тебя постоянно напрягает. Уверен, что с ТЭНом уже такого здесь не будет. И если сегодняшний тест этого ТЭНа 3-х киловаттных будет удачным, я уверен, что это будет очень такая хорошая, можно сказать, альтернатива индукционной плите от 3,5 киловатта. Потому что на сегодняшний день этот ТЭН, который мы сегодня тестируем, стоит 3900 рублей. А самая дешевая плитка индукционная на 3,5 киловатта стоит от 8000. Температура в кубе, друзья, 88 где-то градусов. До такой температуры куб у меня нагрелся, если вы обратите, вот там вот на часы, 55 минут. Спирт-церец побежал. Вот он, я думаю, видно, что интенсивные капельки в мою баночку, куда я отбирать буду спирт-церец, поступают. Вот, все, теперь отберем эту 3-х литровую банку спирт-церца, замерим ее крепость. Крепость должна на выходе быть тоже сегодня неплохая, потому что брага была удачная. Пробовали на вкус, пьется шикарно. Пацаны, даже 5 литров у меня браги, которые не влезли в этот куб, забрали, говорят, мы это винишко так съедим, говорят. Сейчас мы также, друзья, замерим производительность этого аппарата. На 3-х киловаттах какая производительность у него будет. Колонна пока работает неплохо. Время у нас 10 минут 11-го. Посмотрим, за сколько времени 3-х литровая банка спирт-церца у нас наберется. Время без 20-ти 11, прошло ровно полчаса. 3-х литровая банка спирт-церца набралась. Подставляем еще одну. Производительностью, если честно, друзья, я доволен. На Тенни на 3-х киловаттах производительность шикарная. Если сейчас за полчаса наберется еще 3 литра спирт-церца, то производительность этого аппарата при использовании вот такого Тена будет у нас 6 литров в час. Это колонна мастер. 6 литров в час. Я считаю, что это вообще огонь. Спирт-церец, ребята, льется. И обратите также внимание, что он не мутный. Обычно пшеничную брагу, когда перегоняешь на максимальной мощности, бывает, что спирт-церец мутный. Но вот сегодня он у меня бежит прозрачный. На запах вкуснятина. Отбираем дальше. Третья баночка 3-х литровая. Спирт-церца отбирается. Температура в кубе уже 100 градусов. То есть бежит сейчас на выходе здесь напиток, градусов может быть 5. Можно было, конечно, ароматные воды еще баночку отобрать. Но, блин, к сожалению, у меня времени на это нет. Я уверен, что мне этого спирт-церца, который я в дальнейшем буду разводить до 20 градусов, перегонять уже дробно. Дробно я буду перегонять, используя еще дополнительный узел отбора голов, который я не так давно приобрел. Обзор я на него, кстати, снимал. Кому будет интересно, на наш канал подписывайтесь обязательно. Видео, как я это делаю, вы увидите и сможете понять, стоит ли вообще такой узел отбора приобретать. Ну, а так, в принципе, ребят, времени 12 часов. То есть, грубо говоря, за 2 часа 50 минут я перегнал 32 литра браги. Добыл я с них 9 литров спирт-церца. Одна баночка спирт-церца идеально, кристально чистая. Две баночки мутные. Не знаю почему, если кто-то может на этот вопрос ответить, обязательно прокомментируйте это видео. Мне самому очень интересно. Но спирт-церец бежит прохладный. Мощность ТЭНа я использовал 3 киловатта. В принципе, работа ТЭНа, работа вообще бака самого и колонны мастер в очередной раз меня порадовали. Так что, мне все нравится. Так что, друзья, еще раз говорю, если видео мое понравилось вам, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. А я торможу всю перегоночку. Переключаю, выключаю воду, которая у меня идет на охлаждение моей колонны. Убираю спирт-церец. Нет, я, кстати, спирт-церец сейчас не буду убирать. Я сейчас все это отключу, почищу. В каждую баночку положу ариометр АСП-3 и посмотрим, крепость какая у меня получится. Только тогда я поставлю точку в этом видео. Ну все, друзья, теперь точно можно подвести итоги сегодняшней перегонки. Первая баночка 3-х литровая спирт-церец 65 градусов. Вторая баночка 3-х литровая 45 градусов. И третья баночка 39 градусов. Вот, получился такой объем спирт-церца, друзья. Измерял я крепость этого спирт-церца с помощью приборов АСП-3. Ребята, кому будут приборчики такие интересные, можете проваливаться по ссылочке, которая будет указана в описании, и приобретать в нашем магазине эти ариометры. А так, в принципе, все. Всем удачи и хороших выходных.